И вроде бы дом не рушится, с потолка вода не льется, подвал не парит. Но во всем чувствуется неухоженность, запустение. И чем больше слой пыли на общедомовом имуществе, тем сильнее гнев жильцов. На встречу с нашей съемочной группой вышли жители сразу трех домов по улице Парижской коммуны. У всех одна управляющая компания, ООО – жилищно-сервисная служба. Соответственно, и претензии общие. У жильцов копится переписка, а со своими жалобами они идут к коммунальщикам. Те претензии берут. Проходит время, никаких действий. И так по кругу. Трещина по дому с той стороны, с фасада большая, тоже не заделанная. Чердак в безобразном состоянии. В общем, весь дом запущен. Трубы, сами видите, вот эти стоки. Где до земли, где на метр от земли, стены мокнут. То есть мы боимся то, что дом разрушается у нас совершенно. Жильцов угнетает безалаберность. Тут не доделали, там не досмотрели. А денег за услуги взять не забыли. Вот, например, в 20-м доме сделали ремонт в одном из подъездов. Буквально месяц спустя краска со стен начала сыпаться. Вот они все стены облупляются, облетают. Трогать не буду, если тут трону, все полетит. Ремонт сделан в 2013 году. С 2014 года начали писать жалобы. И в этом подъезде, и в том подъезде тут сами подкрасили. А здесь вот начинали. Вот оно все облупляется. И так во всем. Делали ремонт на крыше. Одно покрытие сняли, другое положили. Раньше не текло. Теперь и в дождь и втайне снега ручьи. Жители не преувеличивают. Действительно, щели видны невооруженным глазом. Чтобы добиться действий от коммунальщиков, рассказывает Фаина Розенблюм, мало стоптать ноги до колена. Нужно костьми лечь. Пешеходную дорожку, тропинку мы делаем все сами. Все убираются жители нашего дома. А деньги получает управляющая компания в год около 200 тысяч. За уборку снега. Снег вообще с крыши не сваливается. Я постоянно писала, звонила туда. И даже они через две только недели приходят, начинают снег сбить. Крыши пробивают. В пятом подъезде текла очень долго крыша. Дворник работает недобросовестно. Расставший снег подтапливает подъезд и подпол. Трубы в тех помещениях не изолированы. В общем, куда ни посмотри, говорят жители, везде недоделки. У многих не работали газовые колонки. Вентиляция не чищена. Мы по зиме, когда сильные морозы, мы задыхаемся от запахов канализации. Потому что фановые трубы, которые на крышах-то, они промерзают. И все запахи идут к нам в квартиру. В жилищно-сервисной службе не говорят прямым текстом, но намекают. Жители придираются. Все необходимое коммунальщики делают. Мы осуществляли все однократные выходы на место представителей управляющих компаний. И фактов неудовлетворительной уборки притомовых территорий не зафиксировано. До 1 мая будет произведен весенний осмотр, в том числе и кровли. И если будут выявлены какие-либо дефекты кровяного покрытия, то управляющие организации данной работы будут включены в план. Обращения поступают разного характера. То есть они все рассматриваются и работы выполняются. То есть при него, если какие-то срочно-аварийные работы, естественно, они выполняются безуслагательно. Есть вопросы, которые включаются, так сказать, в план работы, выполняются постепенно, зависит от характера обращения. Отметим, упрекнуть в бездействии управляющую компанию нельзя. Можно, пожалуй, в желании сэкономить. Вот пример. Регулярно, довольно длительное время, как рассказывают жители, они просили коммунальщиков поставить урну у лавочки. Те поставили через два месяца. Вот это концептуальное ведро. Получилась стильная урна в стиле ретро. Я хочу обратиться к мэру города, поскольку он новый человек пришел, чтобы он взял под свой личный контроль эти управляющие компании. Их заставили работать как следует, а не только собирать деньги с людей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.